МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В студии Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава региона Андрей Бочаров провел личный прием по поручению президента России. Губернатор рассмотрел вопросы оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, благоустройства, а также модернизации уличного освещения в регионе. Желающих озвучить свои проблемы и вопросы оказалось немало. Помимо волгоградцев на прием также прибыли жители Ленинского и Фроловского районов. А уже после приема граждан губернатор Волгоградской области вручил золотую звезду Героя России семье погибшего на Донбассе Дениса Зорина. И к другим новостям. Экопарк с современными системами освещения, комфортными дорожками для прогулок и удобными парковочными местами для автомобилей. В Красноармейском районе специалисты приступили к обновлению общественного пространства вокруг музея-заповедника Старая Сарепта. Работы ведут в рамках рек проекта формирования комфортной городской среды нас проекта «Жилье и городская среда». Глава Волгограда Владимир Марченко проверил ход благоустройства территории и дал поручение по итогам инспекционной поездки. Инна Емельянова с подробностями. На территории между музеем Старая Сарепта и клинической больницей номер 15 работа кипит. Подрядчик приступил к обустройству парковочной зоны. Рабочие с помощью крупногабаритной техники демонтируют старое изношенное дорожное покрытие. Предстоит заменить свыше 1800 квадратных метров асфальта, а по периметру рекреационной зоны более 500 квадратных метров выложить тротуарную плитку. В рамках реализации проекта благоустройства в соответствии с заключенным муниципальным контрактом планируется строительство общественного пространства в виде парковки, дополнительных пешеходных зон, а также устройство наружного освещения и видеонаблюдения. Затем подрядчики приступят к озеленению территории. Специалисты высадят крупномеры – астролистный клён и ивы. Благодаря новой системе поливочного водопровода насаждение получит должный уход. В перспективе – привести в порядок всю общественную территорию у музея-заповедника Старая Сарепта, включая площадь Свободы. Здесь планируют создать зоны отдыха с беседками, уличной библиотекой, удобными лавочками и качелями. То, что у вас здесь происходит в областном центре, нас вполне достаточно радует и устраивает. Спасибо большое администрации, которая нашла возможность это сделать. И будем надеяться, что это будет продолжаться не только в областном центре, но и в остальных местах Волгоградской области. Она этого достойна. О юных волгоградцах тоже не забыли. Для них создадут игровой городок, скалодром и лабиринт. Владимир Марченко дал поручение профильным службам комплексно подойти к благоустройству общественных территорий. Одновременно с реконструкцией объекта в рамках нацпроекта наведут порядок на близлежащих участках. Таким образом, вся территория по окончании работ будет радовать глаз волгоградцев. Территория достаточно большая, порядка 20 тысяч квадратных метров. Люди там очень часто гуляют, достаточно востребованы. Всего этапов четыре. Старая Сарепта – одно из любимых мест и волгоградцев, и гостей города. На прилегающей территории регулярно проводят экскурсии, концерты, реконструкции исторических событий и другие разнообразные массовые мероприятия. Местные жители любят отдыхать здесь с детьми. За обновление участка возле музея-заповедника проголосовали в Волгоградце в рамках реализации рекпроекта «Формирование комфортной городской среды». Очень здорово, что благоустраивают территорию вокруг музея Старой Сарепты. То, что здания, может быть, еще приведут в порядок, площадки детские сделают, чтобы детям было где нормально погулять. Работы по благоустройству специалисты ведут и в других районах Волгограда. На бульваре вдоль проспекта Жуково в Держинском. На прогулочной зоне вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском. В сквере на площади Чекистов в Ворошиловском районе. На пешеходных улицах Центрального района. Улицы Коммунистической и улицы Ленина вдоль Комсомольского сада. На участке общественного пространства вдоль улицы Держинского в Тракторозаводском. В рамках реализации федерального проекта в 2022 году планируется реконструкция зеленой зоны возле железнодорожной станции Заканальная Красноармейского района. Работа по формированию комфортной городской среды в Волгограде ведется системно с 2015 года. Вначале самостоятельно, а затем и при поддержке федерального бюджета муниципалитет привел в порядок 60 парков. Инна Емельянова, Виталий Грищенко. Время новостей. Защитить молодежь от опасной инфекции. Накануне в Волгоградском медицинском колледже впервые прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции студенты учебного заведения. Помогли привиться от ковида учащимся медики и мобильной прививочной бригады детской поликлиники номер 6. Имантов Султановой, 17. Студентка второго курса Волгоградского медицинского колледжа осваивает сестринское дело. За время учебы группа, в которой учится девушка, неоднократно уходила на карантин по коронавирусу. Многие до сих пор борются с последствиями эпидемии. Чтобы не заболеть самой, не заразить близких и быть готовой прийти на помощь коллегам-медикам, с разрешения родителей Иман сделала прививку. Мы должны послужить примером людям, которые еще не сделали прививки, и подросткам, которых предстоит еще это сделать. Потому что может начаться, наверное, новая волна, и студентов-медиков призовут помочь в больницах. Наверное, буду одна из первых, кто согласится. Прививают подростков от 12 до 17 лет отечественной вакциной «Спутник М». Это пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник Ви». Вакцина разработана в научном центре имени Гамалии. Вакцинируют несовершеннолетних только с согласия родителей или иных законных представителей после достижения ребенком 15 лет с его согласия. Алгоритм процедуры очень прост. Проходит обязательный осмотр. Сначала врачом перед началом вакцинации собирается анамнис, выясняются аллергические реакции. Были ли реакции на препараты вакцинации, например, от вакцинации против гриппа. Точняем, болели ли дети новой коронавирусной инфекцией, болели ли гриппом в текущем сезоне. Если аллергоанамния спокойная, температура в норме, жалоб никаких нет. Физикальный осмотр показал, что отклонений от здоровья нет. Проводится вакцинация. Первый этап иммунизации прошли более 20 студентов Волгоградского медицинского колледжа, не достигших совершеннолетия. Вторую дозу вакцины от коронавируса они получат через 21 день. Затем на госуслуги придет QR-код. Вопросу вакцинации в нашем учреждении уделяется достаточно серьезное внимание, поскольку мы понимаем, что это один из способов предотвращения тяжелых форм заболевания. На сегодняшний день 94% наших работников вакцинированы и 84% студентов вакцинированы. Многие студенты, достигшие 18-летнего возраста, уже привиты. Они уверены, российская вакцина поможет организму эффективно бороться с болезнью и снизит риски осложнений при коронавирусной инфекции. «Сделала прививку перед тем, как сюда поступить, то есть в августе. Сделала, чтобы обезопасить себя и окружающих людей. После прививки я чувствовала себя хорошо, никаких симптомов, ничего не было». «Организм отреагировал хорошо на прививку, у меня не было никаких побочных действий. Все прошло хорошо, делала, потому что все равно хочется обезопасить окружение вокруг себя, хочется обезопасить людей». Волгоградская область получила 2920 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. Первый компонент уже получили около 2000 юных пациентов. Завершили вакцинацию – больше полторы тысячи. На сегодняшний день около двух миллионов жителей региона сделали прививку от COVID-19. Прививочная кампания для взрослых также продолжается. Пройти иммунизацию можно в 70 прививочных пунктах на базе поликлиник. Работают около 180 мобильных прививочных бригад. Задачу по формированию на территории Волгоградской области коллективного иммунитета поставил губернатор Андрей Бочаров. Инна Емельянова, Александр Шишин. Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 243 жители региона заразились COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный портал stopcoronavirus.rf. К сожалению, также за минувшие сутки от опасного вируса и его последствий скончались 4 человека. Победить инфекцию смогли 288 пациентов. Детское питание и средства личной гигиены для малышей – то, что всегда так необходимо. Предметы этой категории товаров были одними из первых, на которые одновременно повысились цены и увеличился потребительский спрос. На сегодняшний день ажиотажа по приобретению детских товаров нет. А вот как меняются цены, узнала Регина Федина. Продолжается у них акция была и на прошлой неделе, и на текущей. 90% без изменений цена. Детские пюре, смеси, памперсы, пеленки. Предметы, необходимые в арсенале родителей, у которых есть маленькие дети. В ходе рейда сотрудники областного комитета промышленности и торговли установили. Цены на товары для малышей после первоначального повышения стабилизировались. Стоимость некоторых категорий снизилась. На одну позицию памперсов было снижение на порядка 15%. Вопросом ко всему, есть краткосрочные акции. На сегодняшний момент цена для покупателя будет несколько дешевле, но акция носит временный характер. Но и без нее цена не повысилась за прошедший период. В ходе очередного межведомственного рейда по мониторингу потребительских цен и наличию товаров первой необходимости с акцентом на предметы для детей, пустых полок участники рейда не обнаружили. Ассортимент товаров регулярно пополняют. Достаточное количество товара на полках, нет ажиотажа, спрос умеренный, пополняются полки тоже своевременно. Также не зафиксировано повышение цен по сравнению с прошлой неделей, даже есть снижение по некоторым позициям товаров. На прилавках магазинов товары отечественных и зарубежных производителей детского питания и средств личной гигиены. К тому же в России увеличивается производство товаров для малышей. Это означает, что проблем с запасом не будет. На текущий момент времени, на период трех месяцев, есть товарный запас по детским подгузникам и пеленкам. По детским мясным консервам более чем на два месяца, такой же товарный запас по фруктовым пюре. Не менее 50% в ассортименте занимают и по детскому питанию производители российские. По поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова проводится ежедневный мониторинг цен и товарных запасов в различных сетевых магазинах. В настоящее время, ввиду сезонных факторов и спроса на конкретные продукты, в зону пристального внимания попали товары для дач. Регина Федина, Рубен Тальский. Время новостей. Когда аренда квартиры приносит не прибыль, а наоборот разорение. Безработный мужчина снял в центральном районе Волгограда квартиру на сутки, а когда съезжал, то вместе с собой вывез стиральную машинку, пылесос и кофеварку, который позже сдал в скупку. Подробности это и других криминальных историй в сводке регионального главка МВД России. В Тракторзаводском районе полицейские задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне в больницу с колото-резанным ранением грудной клетки был доставлен 43-летний волгоградец. О травме явно криминального характера медики сообщили в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнюю знакомую потерпевшего. Полицейские установили, что в тот день потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у задержанной. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт, в результате которого женщина взяла в руки кухонный нож и нанесла несколько ударов в область живота потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. В Городичинском районе на стационарном посту ДПС инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль Рено Логан. Находившийся в салоне пассажир заметно нервничал. И тогда полицейские приняли решение провести досмотр. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у 38-летнего пассажира в головном уборе полиэтиленовый пакет с прыжкообразным веществом. Изъятое направлено на исследование. По данному факту проводится проверка. В Центральном районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из квартиры Волгоградца. 30-летний неработающий мужчина, арендовав квартиру на сутки, похитил стиральную машинку, пылесос и кофеварку. Похищенное имущество задержанный сдал в скупку, а деньги потратил на собственные нужды. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Очередные факты мошенничества зарегистрированы на территории региона. В городе Волжском индивидуальный предприниматель на одном из сайтов сети интернет решила приобрести детские товары. Оформив заказ, женщина перевела 535 тысяч рублей на расчетный счет продавца, но обещанной доставки товаров так и не дождалась. 58 тысяч рублей лишился механик из города Волжского, который по выгодной цене решил приобрести лодочный мотор. Волжанин перевел предоплату, после чего лжепродавец перестал выходить с ним на связь. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при приобретении товаров через сайты интернет-объявлений. Не спешите переводить сбережения неизвестным. Будьте бдительны. Когда начать свой бизнес с нуля не просто сложно, а очень сложно. На помощь приходит поддержка со стороны государства. Жителям Волгоградской области второй год подряд помогают открыть свое дело с помощью социальных контрактов. В 2022 году размер такой поддержки составляет 250 тысяч рублей. Как оформить соглашение, кто может это сделать и на что можно направить средства, расскажет Дарья Коломыченко. Первый раз пеку шоколадные куличи. Вот они внутри шоколадные, с бельгийским шоколадом. На коньяке вяленая вишня, клюква, изюм и грецкий орех. Это все внутри. Для Елены Дмитриченко эта кухня стала мини-кондитерской. Здесь рождаются всевозможные кексы, пирожные торты, в том числе и в несколько ярусов. В преддверии Пасхи заказы, конечно, в основном на куличи. Продукты только натуральные, а вот простор фантазии на декор не ограниченный. Клиентам все очень нравится. Несколько лет назад профессиональный кондитер решила открыть свое дело. Помог соцконтракт. На 150 тысяч рублей закупила самое необходимое. Я купила духовку, которая стоит у меня, в которой я пеку. Электродуховка, потому что газовая есть в квартире. Планетарный миксер, вафельницу, измельчитель для орехов. Очень много формочек. 40 тысяч там было именно на продукты. То есть это была мука, сахар, сгущенка, творожный сыр, сливки. То есть это вот на первые три месяца был именно стартовый капитал. Сейчас Елена нарабатывает клиентскую базу о том, что когда-то боялась решиться на важный шаг в жизни, не вспоминает. Напротив, хочет участвовать и в других программах поддержки. Именно вот эти деньги, которые мне выделили, они мне очень помогли именно начать. Именно вот тот толчок, который нужен. Побольше бы таких программ и побольше бы именно для поддержки домашних кондитеров или самозанятости. Среди тех, кто воспользовался данной мерой поддержки, автомеханик Расим Айдаев. В 2021 году о соцконтрактах ему рассказал отец. И мужчина загорелся идеей открыть свою мастерскую по ремонту автомобилей. Оформился как самозанятый, арендовал помещение. В органах соцзащиты помогли составить бизнес-план. На 150 тысяч закупил необходимое оборудование и инструменты. Приборы, оборудование, ключи. Ну, от мелочи до большого, там, элементарно, кентрологические стойки. До этого, если у тебя нет возможности, ты там обучаешься, получаешь опыт. Но при этом ты работаешь на дядю, в кавычках. То с возможностью появляется там соцконтракт, у тебя появляется возможность работать самому на себя. Поддержкой на основании социального контракта только с начала 2022 года воспользовались уже почти 5,5 тысяч жителей региона. С этого года за средства соцконтрактов можно приобретать лицензии. А к их реализации привлекли Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Изменился и размер помощи. В 2022 году размер на мероприятие индивидуальным предпринимателям изменился до 250 тысяч рублей. Эти денежные средства предприниматели могут потратить на покупку основных средств, материалопроизводственных запасов и имущественных обязательств, то есть оплату аренды. Сумма контракта зависит от цели. Кто-то направляет средства на реализацию своего проекта, кто-то начинает предпринимательскую деятельность или открывает личное хозяйство. Главное, чтобы деятельность, в которую вкладываются деньги, в дальнейшем позволила повысить уровень жизни людей или способствовала сохранению здоровья. Средства можно направить также на поиск работы или обучения. Воспользоваться соцконтрактом могут жители России, зарегистрированные в Волгоградской области. Среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум. Поддержка материнства и детства, а также тех, кто в этом нуждается – одно из приоритетных направлений в работе региональной власти с 2014 года. Система социальных пособий и выплат регулярно совершенствуется. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. И к этому часу у меня все новости. Увидимся уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 20 градусов. Редактор субтитров А.Семкин